Законодатель также обозначил, что представитель, когда он идет на голосование, получает приказ, приказ соответствующего управления, курирующей акционерной компании, получает данный приказ, в котором говорится, по какому вопросу, каким образом он должен проголосовать. То есть он не выполняет свои желания на данном собрании, а он выполняет обязанности, порученные им в управлении строительства, которому поручила власть исполнять обязанности по работе всех акционерных обществ. Поэтому по этим двум предприятиям, акционерным обществом, возникла проблема, что сам представитель государства возомнил себя самостоятельным лицом, решающим все вопросы так, как он хочет. И поэтому по Вулкане с Петролом они были проголосованы, и он проголосовал не так, как обозначено было в приказе, то есть он нарушил законодательство, поэтому сегодня было принято решение отозвать его, как представителя госпожа Лесника Валентина Васильевна, она отозвана, и постановление исполкома должно быть утверждено на народном собрании. Точно такая же картина была в Чадыр Петроле, однако данный представитель также голосовал и предпринял попытки отойти от голосования того, которое ему было предложено, поэтому также был отозван как представитель на данном акционерном обществе. Поэтому после того, как это будет утверждено, на их местах будут предложены другие представители, которые пойдут и проголосуют на повторном акционерном собрании в этих коллективах. Валерий Федорович, если говорить о этих двух населенных пунктах, были еще ранее такие прецеденты, случаи или это единственный случай, такие пока? Сегодня на... С вашей практикой? Да. Ну, в моей практике было это и раньше, но не было до такой степени, что представитель доводил до завершения свое голосование. То есть они их уведомляли о том, что они не имеют права так делать, и они отходили и голосовали так, как положено было по согласно законодательству. Сейчас, по крайней мере, в Вулкане Шпитрол, госпожа Лисник, она не прислушивалась ни к каким разговорам, проголосовала. Ну, несмотря на это, с учетом того, что законодательство было нарушено, все те вопросы, которые были проголосованы, они не были взяты во внимание другими структурами, государственными структурами, потому что было нарушено законодательство. Владимир Владимирович, можно ли говорить, если Вы сказали о протистоянии о каком-то политической подоплекте в этом вопросе? Я не буду сейчас конкретизировать политику. Конечно, тут больше личностные интересы, касающиеся, кто будет руководителем данного предприятия, например, Вулканеш Петро, кто будет директором акционерного общества. Вот там пошло противостояние конкретных личностей. Насколько это можно говорить о политике? Думаю, что нет, это просто личностные проблемы. А как ты шанкцинировался этим людям? Ну, законодатель не определил каких-либо уголовных преследований, но в административном плане они будут подвержены наказанию.